Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас будет мукбанг необычный, такого еще не было на моем канале. Мы с мамой решили замутить горячие бутерброды. Также сегодня сырники, это для меня завтрак, несмотря на то, что я встала в 12. Вчера до ночи рисовала коллекцию, вот, поэтому так получилось. И давайте приступим. Здесь у меня кофе с мороженым, как я люблю, это очень вкусно. Обязательно посмотрите, как я во влоге его готовлю. Ну, в принципе, там ничего сложного, просто сверху добавила мороженое. И давайте приступим. Давайте с бутербродов начнем. Вот так вот они выглядят. Сзади вот так. Колбаска здесь, сыр. К сожалению, сейчас у меня видео выходит с опозданием в 3 дня. Поэтому сегодня, например, праздник для всех мусульман. Но когда выйдет это видео, уже будет поздно, поздравлять. Поэтому я поздравлю вас в сообществе. Вкусная колбаска. Многие спрашивали про работу, что я решила, пойду ли я работать или все-таки нет. Останусь на ютюбе. Комментарии почитала. Большинство комментариев все-таки писали, что иди на работу. Хотя были, которые были против работы. Но не суть. Я приняла решение, что на работу я не пойду. Почему? Я сейчас вам по полочкам все объясню. Почему я пришла к этому выводу? Вот не как зрителям, а как, например, мы сидим с подружкой и обсуждаем какую-то тему. Но я ей объясняю. Некоторые писали, что у ютюба нет будущего, поэтому надо искать реальную работу. Во-первых, ютюб это тоже работа. Я бы не сказала, что у нее нет будущего. Возможно, в рамках России будущего ютюба нет. Но мир же не заканчивается на России. Сколько русскоязычных стран. В Казахстане, мне кажется, 70-80% населения знают по-русски. У нас, ну, 60% точно знают по-русски. Поэтому я не считаю, что это не перспективно. Даже если, допустим, ютюб в России закрыли, к примеру, у меня уменьшится доля зрителей, но также уменьшится доля людей, которые снимают контент, следовательно, конкурентов. Надо это тоже учитывать. То есть, например, зрители из Казахстана, которые смотрели других русскоязычных блогеров, перейдут уже на меня, потому что выбор не так велик. В ютюбе появляются новые способы заработки. Это не только монетизация. Например, раньше у меня не было ни одного процента поляков. То есть, из Польши меня почти не смотрели. Сейчас у меня появляется огромная доля зрителей из Польши, потому что украинцы переезжают в Польшу и оттуда уже смотрят. Да и вообще, люди очень сильно сейчас начали в последнее время переезжать. Особенно весь СНГ. Беру даже своих знакомых, поэтому проще говоря, люди русскоязычные переезжают. Когда они переезжают, например, в США, они смотрят уже по расценкам США, несмотря на то, что я говорю на русском языке. Когда они смотрят из этой страны, например, например, из Канады, к примеру, да. Или даже переезжать не надо. Если ютюб в России закроют, как произошло с Инстаграмом. Все как сидели, так и сидят. Я, честно, не почувствовала никакую разницу. Просто все сидят через VPN. Ну, возможно, 5-10% отсеялось. Кто не может загрузить VPN или еще что-то. Но большинство все равно сидят. Если вы не верите мне, вы можете зайти к любому блогеру и посмотреть лайки. Посмотреть лайки до блокировки и сейчас. Почти столько же лайков. Поэтому это с какой стороны посмотреть. Если даже российские зрители, пусть даже не все 100%, процентов 20, будут смотреть через VPN, это вообще шик. у них будет выходить больше рекламы. Да и реклама в 7 раз дороже будет. Я вам просто это все объясняю не как зрителям, а как просто, например, сидим с подружкой и обсуждаю эту тему, чтобы понять ее изнутри. Чтобы выйти на работу, мне нужен автомобиль. Конечно, можно и без него. Но мне надо на работу именно в момент часа пика. То есть в этот момент автобусы едут очень битком. Да и обратно тоже. Я понимаю, что, возможно, в комментариях начнется негодование, что, мол, зажралась и все такое. Я это, конечно, понимаю. Но я исхожу из своей ситуации. Если бы я была бы в безвыходной ситуации, мне очень срочно нужны были деньги, я бы, конечно, пошла на любую работу, чтобы их заработать. Каждый человек, делая выводы, исходит из конкретно своей ситуации. А как у него? А что у него? Понимаете? Если ехать постоянно туда-обратно на такси, то это тоже выходит в копеечку. То есть 30% зарплаты я должна отдать на такси. Здесь автомобиль. Я могу прям сегодня пойти и налично купить тебе автомобиль. Открою вам тайну. Но тогда я останусь без копейки. Ну, правда, можно купить недорогой автомобиль. Но я не хочу такой автомобиль, который придется, не знаю, оставлять где-то за гаражами, чтобы никто не видел, что это моя тачка. Машины каждый день не покупаются. Если покупать, нужно покупать что-то стоящее. И давайте не упускать тот момент, что все равно с ютуба идут деньги. Пусть не так много, но все равно я не на нуле. То есть какой-то процент своих расходов я с удовольствием покрываю. то есть мне повезло в этом плане. у меня очень большая доля зрителей из других стран. За что вам огромное спасибо. И Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан. Господи, ребят, как у нас похожие языки. Это прям нечто. я вот в тиктоке натыкаюсь на видео. Например, казахский блогер что-то вещает, и я понимаю, прикиньте, я понимаю, что он говорит. И такое странное чувство, ты сам не понимаешь, как ты понимаешь. В общем, мне повезло в этом плане. доля российских зрителей у меня не настолько велика, как у других блогеров. Вкуснотища. Просто кофе такой обалденный. Это стакан, я новый, кстати, купила. Вмещает в себя до хрена. Не надо бегать сто раз. столько всего хотела рассказать, села и все забыла. так вот, я поговорила о возможности работы дистанционно. Мне объяснили, что, к сожалению, дистанционно не получится. то есть надо будет на постоянной основе идти на работу. не подумайте, не подумайте, я не белоручка, я могу пойти на работу. но вот, чтобы кто не писал, поверьте мне, незаменимых людей в социальном пространстве их просто нету. Например, какой-то блогер снимает меньше и все думают, ой, пойду я посмотрю кого-то другого. и все, идут смотрят. И это нормально. Сейчас, например, я буду снимать меньше. Вы думаете, вы будете сидеть и ждать, когда выпустят видео, я посмотрю. Нет, вы будете искать альтернативы. Незаменимых людей просто нету. Просто элементарный пример. Вот в последнее время российские тиктокеры, они не выкладывают видео, потому что у них исчезла эта функция. И вы знаете, даже не почувствовала. Абсолютно без сарказма вам это говорю. То есть я не почувствовала, что их нету. Я не стала скучать по ним. То же самое и вы. Хоть вам сейчас кажется, что вы меня любите, любите меня смотреть и так далее, пройдет немного время, и вы найдете замену. И здесь ничего страшного нету. Это просто жизнь. надо не забывать, конечно, про все плюсы блогинга. то есть ты сидишь у себя дома, у тебя нету никакого босса. Например, сегодня ты не хочешь снимать, и ты просто этого не делаешь, отдыхаешь. Ммм, какие сырники вкусные. вкусные 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 возможно, многие не поймут мои высказывания, Они скажут, вот тебе, наверное, все равно то, что происходит на Украине. Ничего подобного. Мне не все равно. Каждое мое утро начинается с того, что я смотрю новости. То есть я слежу за этим. Мне искренне жаль. То, что происходит, происходит ужасно. Это полномасштабная война, которую я не поддерживаю. Я вам говорю про свои реалии. Почему, как, что. Это, возможно, у вас сложится впечатление, что Айка дурочка. Айка не пошла работать, потому что она лентяйка. Но в какой-то степени, может быть, да. Я уже привыкла уже несколько месяцев, даже полкода, я работаю просто на себя. Я уже отвыкла работать на кого-то. Поэтому как-то так. Хорошо это или плохо, не знаю. Я поела, наелась. Сырники тоже были очень вкусными. Я вам оставлю обязательно ссылочку на них. Давайте еще один съедим. Как Твикс меня и сцарапал, это ужас. Бешеный мальчик. Я поела, наелась. Надеюсь, что ситуация прояснилась. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка. Всем приятного аппетита, если вы продолжаете кушать. Пока.